На корабле воздушном, космическом, послушном мы, обгоняя ветер, несемся на ракете. Ребята, сегодня предлагаю нарисовать вот такую ракету и отправиться на ней звездам. Поехали! Итак, ребята, для того, чтобы нарисовать ракету, которая летит в космос, нам понадобится простой карандаш, пластик, фломастеры, черный маркер и совсем немного краски для фона и для космоса. Начнем мы с вами с луны. Я возьму какой-нибудь круглый предмет, я подготовила несколько крышечек разного диаметра, они всегда хранятся в шкафу. Я беру вот такую вот крышечку и кладу в уголок, прям вот так вот, и обвожу немного. Это будет край нашей луны. Даже можно чуть побольше, не хочется, чтобы она была побольше. Вот так. Вот этого будет достаточно. Ненужные линии сразу стираем. Вот так вот. Ракета. Ракета полетит у нас вот в этом направлении. Я прям сразу линию прочерчу, тоненькую, такую, еле заметную. В этот уголок у нас будет лететь ракета. Примерно вот так вот. Вот. Вот так. Вы можете взять линеечку или просто на глаз. А сейчас мы с вами нарисуем вот в этой части треугольник, который смотрит уголком сюда. Вот так вот. Увидели? Я немножко обведу его. Вот так вот. Треугольник. От этого треугольника мы примерно вот до этой части рисуем ракету. Почему? Потому что здесь у нас будет еще огненный хвост. И рисую вот такой прямоугольничек. Все остальные острые углы мы потом с вами уберем и сделаем более округлыми. Сейчас мы пока делаем просто форму. Где-то вот здесь мы с вами делаем три отметочки и с этой стороны рисуем треугольничек и с этой стороны треугольник. Теперь мы треугольник немножко продолжаем в эту сторону. Это будет крыло одной ракеты. И делаем его вот таким. Здесь делаем то же самое. Чуть-чуть продолжаем. Поворачиваем сюда. И немного дальше. Видите, у нас два вот этих пространства. Расстояние совершенно одинаковое. У нас слишком большое получилось. Ну, примерно как-то вот так. На глаз. Все. И лишние линии опять стираем. А вот это крыло мы будем видеть сбоку. Поэтому оно у нас будет просто в виде прямоугольничка. Так вот мы его разметили. Вот так вот. Дальше. Так как ракета, она у нас в виде трубы. Она же объемная. То мы и нашей ракете тоже с вами сейчас придадим объем. Вот эту часть стираем. Помогательные линии, которые мы с вами рисовали, тоже можем убрать. Мы это делаем для того, чтобы у нас ракета сразу получилась красивой. Сразу. Еще раз все проводим. Теперь я закругляю все острые края. Вот так вот. Здесь обвожу. Еще раз. Вот так вот. Полукруглыми линиями здесь тоже закруглим. Теперь обрисуем контур ракеты. Тоже стараемся закруглить все края. Вот так вот. Ой. Видите, у меня тоже не всегда ровно все получается. И ведем вот так вот. Стараемся прям глазками видеть, куда мы будем рисовать. Здесь мы не рисуем линию. А теперь, как я и говорила, ракета объемная. Поэтому мы немножко линию ракеты сделаем. Давайте так, как мы ее видим снизу, мы рисуем вот так вот. Чуть-чуть вот такую линию, слегка полукруглую. И здесь одну линию слегка, вторую. Смотрите, у ракеты сразу появилась форма. Она стала как будто немного более выпуклая, правда же? Чтобы она была еще более выпуклая, мы с вами еще вот таких вот линий нарисуем. Три линии можно сделать. Вот так. Видите, они тоже не идеально ровные. Они как бы вот сюда загибаются. У ракеты обязательно есть окошко. Называется иллюминатор. Можем нарисовать два иллюминатора. Можем даже три иллюминатора нарисовать. Ну, чтобы нам было проще раскрашивать. Мы нарисуем одно окошко. Вот если у вас есть ножницы, очень хорошая идея рисовать с помощью ножен. Видите? Вот такое окошко. Совершенно ровненькое получается. И вокруг я еще сделаю каемочку. Дальше, чтобы закончить с ракетой, мы сделаем вот здесь видимую часть клепки. Такие металлические, железные, крепкие клепки, которые материал ракеты соединяют, ее части разные. Ну, и чтобы это тоже было красиво. У ракеты снизу вырывается огненное пламя. Мы будем его рисовать сначала вот так вот. Мы рисуем вот такую часть и вот такую. И еще вот сюда. Прям вот не боимся. А теперь, помните, как мы делаем листочки? Мы вот так вот, как будто из листика маленькие уголки вырезаем. То же самое здесь. Вниз, наверх. Вниз, углубили. И вот сюда. И то же самое углубили. И получается пламя, которое вырывается из ракеты. Сейчас нам нужно будет подтереть вот эти части. Разметочку. И у нас с вами уже почти готова ракета. Сейчас мы нарисуем три звезды. И приступим к раскрашиванию. Давайте сделаем три ярких звезды. Например, вот здесь вот. Мы рисуем обычную звездочку. Но тоже ей сглаживаем края. А вы можете не сглаживать, можете сделать заостренными. Вот здесь тоже хочу звезду. Обвожу ее еще раз. Мы ее закрасим желтым фломастером и почти ничего не будет видно. Никакой разметки. И здесь сразу вводим. Ну что ж. Наша заготовка. Наш набросок уже готов. Теперь мы можем приступить к раскрашиванию ракеты. И начну я, пожалуй, с носа корабля. Я бы очень хотела, чтобы он был ярким красным цветом. Поэтому я беру фломастер и начинаю закрашивать. Чтобы придать ракете объем, я буду делать секторами, раскрашивать. Тоже сначала я обведу все по контуру. А потом вот такими вот широкими движениями, очень частыми, закрашиваем. Вот так проведем в конце еще раз. И будет очень ровно. Вот здесь мне хочется немного тоже красного добавить. Потому что у нас получится розовый, красный, розовый, красный. Я потому что хочу розовый добавить. Мне не нравится, что там не хватать будет красного цвета. Теперь беру розовый. И тоже теперь вот так вот прям закрашиваю. Так вот. Не боимся. По краю прошли. По другому краю. И самую серединку. Опять провели линию вот здесь вот, чтобы четко и красиво все было. Теперь. Ой, знаете, я даже решила, давайте добавим еще вот здесь вот такие вот линии. Чтобы у нас было больше цвета у ракеты. Если вы хотите, можете добавить. Я сейчас посмотрела и поняла, что хочется еще линии. Сейчас я беру фиолетовый цвет и начинаю раскрашивать. Интересно, да. Он какой-то как синий у меня. Ну, пусть будет синий-фиолетовый, такой глубокий, насыщенный. Видите, как сначала по краю все. В эту сторону заштрихуем. Потом в эту сторону. И теперь уже совсем не страшно закрасить в этой части. Делаем то же самое здесь. Закрашиваем сначала все по контуру. Теперь вот так вот. Такими быстрыми движениями крылья ракете раскрашиваем. И последнее, третье крыло мы с вами обведем тоже посильнее. Прямо вот так вот. Иногда делаем вот такие полукруглые движения. Тоже очень удобно. Закрашивается сразу много. Этим же синим цветом мы можем обвести всю ракету. Потому что вот эту часть я хочу оставить белой. Чтобы ее четко было видно. Мы ее сейчас обведем. Обведем вот эти линии. Прорисуем металлические заклепки на корабле. Еще раз пройдемся. Так, возьму, наверное, я зеленый цвет. Вот он плохо мне рисует. Если рисует ломатер, берите другой. Этот ломатер плохо мне рисует, не хочет он. Вот, этим получается очень ярко и красиво. И закрашиваем. Видите, у нас полоска узкая. И расположена горизонтально. И раскрашивать я тоже буду ее так же. Эту часть тоже закрасим. И последнюю. Отлично. Ракета становится все ярче и ярче. Пока здесь подсыхает фломастер, я раскрашу звезды. Я беру ярко-желтый фломастер. И раскрашиваю. Тоже в разных направлениях. Вот так. И возьмем голубой фломастер. Прорисуем на эту ракету вот эту часть. Тоже, я думаю, мы можем закрасить с вами. Такой ярко-ярко-голубой. Тоже, вот такими движениями обведем немного здесь. Здесь. Обводим и закрашиваем. Наверное, этим же цветом я закрашу окно иллюминатора. Но не совсем штрихами целиком закрашу, а такими бликами. Но если вы хотите, вы можете нарисовать там лицо космонавта. Или это может быть даже зверек какой-нибудь, который полетел в космос. Ваш какой-то придуманный герой фантастический. Это кто угодно. Давайте, для того, чтобы у нас успел подсохнуть фон, сейчас мы с вами займемся луной фоном, а потом докрасим хвост ракеты. Я беру кисточку и закрашиваю луну ярко-желтым цветом. Да, красками получается, конечно, немного быстрее, чем фломастерами. Но не всегда получается красками делать очень аккуратно. Нужно стараться. Добавим еще желтенького. Теперь берем темно-синий и даже фиолетовый цвет. И будем закрашивать космос вокруг ракеты. Весь-весь фон. Поэтому берем фиолетовый. Прям побольше берем. Закрашиваем фиолетовым. Закрашиваем синим. Мы не боимся прям смешивать эти цвета. Берем еще фиолетовый и добавляем сюда фиолетовый. Мы прям чередуем. По краю обведем. Со звездочками будет немножко посложнее. Если мы на темно-синим фоне нарисуем яркие-желтые звезды, может случиться так, что их у нас не будет видно. Поэтому мы их сегодня нарисовали заранее. Вот так вот. Вот так вот обрисовали. Мы их еще потом обведем. И будет ярко и красиво. Вот тут вокруг ракеты. Вокруг огня. Вот так вот. Здесь хорошо распределим красочку. Чтобы не было много воды. И опять. Теперь идем на эту сторону. Здесь у нас фиолетовым цветом вокруг луны. Прорисуем. Вот такими полукруглыми мазками. Это будет очень удобно. Вот так прорисуем. Вокруг пламени. Который вырывается из хвоста ракеты. Внутри ракеты сгорает топливо. И получается такое мощное пламя. Теперь берем синий цвет. Обводим звездочку. Если у вас не получается обвести звездочку. Возьмите тоненькую кисточку. Попробуйте ей. Но если даже ей не получается. То в следующий раз звездочки рисуйте поверх. Или просто желтенькими беленькими точками. Будем наносить уже потом. По высохшему фону. Вот так. Осталось совсем немножко. Возьмем еще вот этого яркого синего глубокого цвета. Вокруг ракеты пройдемся. Кисточкой. Вокруг луны еще смешаем немного. Вокруг носа ракеты. Вот здесь видите уже красочка у нас подсохла. Надо нам и немного смешать. Вот так вот. И вокруг звезды сейчас пойдем. Вот такими треугольными движениями. Вот так вот. Мы закрашиваем вокруг звездочек. А потом просто вот так вот кисточкой. Посмотрите как сразу ожил рисунок. Когда у нас появился фон. Космос. Я добавила еще немного фиолетового. Прям по краю. Вот тут вот. Ну вот пока сохнет фон. Нам нужно будет потом поставить несколько звездочек. Мы с вами можем кисточкой, а можем прям фломастерами теми же. Давайте попробуем фломастерами. Нарисовать пламя, которое вырывается из хвоста ракеты. Для этого я беру два фломастера. Желтый и оранжевый. Желтым фломастером мы прокрашиваем внутреннее пламя. Которое вот здесь вот ближе к хвосту ракеты. Пока у нас сохнет фон, мы очень аккуратненько снизу вот здесь вот ручку не кладем. Там на то место, где мы рисовали с вами. А прокрашиваем пока пламя. Вот так вот. И берем оранжевый цвет. Прокрашиваем вот здесь вот. По контуру оранжевым цветом. Так вот. Вот видите, я немножко тут зашла, но это ничего. Мы вот так вот это подправим. И оставшуюся часть вот этого вот пламени мы можем закрасить либо красным цветом, либо этим же оранжевым цветом. Ну вот. Я бы еще немного добавила. Чуть-чуть оранжевого. И все остальное уже я бы докрасила красным. Сейчас я беру красный цвет. И вот отсюда сначала прокрашиваю контур пламени. И после этого очень легко и быстро все это закрашиваю. Вот так. Здесь тоже. И вот так тоже здесь прокрасим. И вот так тоже здесь прокрасим. Пока у нас в руках красный цвет, я вот здесь вот границу прокрасю чуть более яркой. Сейчас мы нарисуем кратеры на луне. Для этого я беру цвет, который чуть темнее, чем желтый. Например, оранжевый. Можно взять коричневый цвет. И вот такими вот движениями, немного рваными, я рисую круги, полукруги, точки. Это будут кратеры на луне. Вот так вот прям. Они не должны быть ровными. Знаете, как будто мышка погрызла сыр. И вот так вот. Это будет луна. Сейчас мы тоже обведем этим же оранжевым цветом. Уже там, где высохло, чтобы рисунок был поярче. И возьмем маркер черный. И очень аккуратно обведем наши звездочки. Желтым совсем не будет видно. И каждой звезде мы пририсуем вот такие хвосты. Как будто они у нас падают. Эту звездочку обведем. Хвост нарисуем ей вот здесь. И третью звездочку. Она у нас будет лететь вот так вот. О, здорово. В двух местах я нарисую, как будто где-то далеко в космосе, видно галактику. Это будет вот так вот. И спиралька такая немножко приплюснутая. И здесь тоже. Видите, я стараюсь выбирать места. Где у нас просохла краска. И самый последний штрих. Мы берем кисточку. И набираем белой краски немного. Этой белой краской мы с вами рисуем точечки. Которые будут звездочками. Вот таким сейчас надо, видите, побольше краски. Я прям беру побольше. И вот так вот. Вот такими точечками на небе мы разбрасываем звезды вокруг. Еще берем прям густую краску белую. Вот так. Можно добавить немного белых пятнышек на луну. Прямо этой же кисточкой такими прихлапывающими движениями. И добавим блик в огонь. Слишком не мочите кисточку. Иначе она с фломастером может очень перемешаться. Ну что, по-моему, наша ракета готова полететь в космос. Я очень надеюсь, что у вас получилось так же ярко, красочно и красиво. И в следующий раз мы нарисуем какую-нибудь еще интересную космическую тему и отправимся в путешествие. А мы с вами встретимся в следующий раз. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok